Нет ничего более простого. Природа придумала. Это просто анархо-палео-Чечня. Мы предлагаем вам анархо-палео-Чечню. Большая шишка, бородатые мужики, женщины, которыми можно побивать камнями, и как можно больше православного угабуга-шариата. Давайте я приведу вам пример. Я отвечу на ваши донаты, но сперва я должен это сказать. Я хотел бы вам привести исторический пример. Пример. Исторический пример страны европейской, которая пошла по этому пути. И не сейчас, а в 20 веке. Вы готовы? Вы готовы, дети? Я хотел бы вам представить пример, которого вы обалдеете. Ведь, возможно, вы не знаете, но Николай Чаушеску предлагал подобную программу реализовать в Румынии. Конечно, программа Николая Чаушеску – это неинтересно, ведь вам хотелось бы услышать про шариат, про скрепы, что это правые выполняют такую политику, да, что это правые делают вот подобную вещь. Но это не так, ибо Николая Чаушеску в 1968 году предложил программу. Программу увеличения рождаемости в Румынии. И даже три года, три года эта программа работала. И в Румынии была феноменальная, феноменально высокая рождаемость. Феноменально, потому что она длилась всего лишь три года, и она быстро сломалась. Но давайте обо всем по порядку. Понимаете, Хрущев в начале своей карьеры как-то выдвинул лозунг «догнать и перегнать Америку». Да, слышали это? А Николай Чаушеску в это время выдвигал другой лозунг. Догнать и перегнать и переплодить и переплодить и переплодить. И для этого Николай Чаушеску сделал все, как вы любите. Он запретил аборты, он запретил контрацептивы в Румынии, он запретил женщинам расторгать брак, он запретил ЗАГСам регистрировать разводы, он запретил, короче, очень много чего запретил, включая запреты и поощрения, и даже увольнительные для женщины поощрения к тому, чтобы женщина уходила с рабочего места и рожала больше детей. Все, как вы любите, абсолютно все, как вы предлагаете. Вот как, муа, вот это идеальный правый палеоконсерватизм. Вы же этого хотели, да? И впервые в истории Европы, и больше такого не будет, в 60-е годы, 70-е годы Румыния на рубеже этих лет имела аномалию. Демографическая аномалия Румынии. Хотя о ней никто не говорит, но давайте поговорим о ней. Надо же все-таки восполнять пробелы в знаниях. Где-то с одного из семи рождений на одну женщину в следующем году рождаемость повысилась на... Как вы думаете, сколько женщин в следующем году стали рожать, сколько детей? Вот рождаемость на одну женщину, рождений на одну женщину приходилось 1,7. Или, может быть, 6 десятых. Не суть. Одна целая с какой-то похеротиной. Как вы думаете, в следующем году, после объявления программы Чаушеску, сколько было в Румынии коэффициент рождаемости? Предполагайте, сколько? Я пока чекну ваши комментарии в чате. Предполагайте, сколько было? Сколько это было? Дети Чаушеску знаем. Прошу вас, напишите, сколько, а я пока отвечу на ваш донат, если вы не против. Пишите, суммарный коэффициент рождаемости – это сколько одна женщина может родить за свою жизнь? Так вот, суммарный коэффициент за 68-й год – один с копейками. Попробуйте угадать, сколько будет в следующем году, если мы отменим аборты, отменим запрет браков, заведем женщин в монастыри, создадим православный шариат, отменим контрацепцию полностью, он отменяет полностью контрацепцию, никаких презервативов. Все это запрещено, полностью запрещено. Это не просто ограничивается, а запрещено полностью. И аборты, отмена абортов, и вот все, 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 что вы любите. Абсолютно полная программа. Ни один правый политик в Европе, в Евросоюзе сейчас не проводил такой политики, какой проводил Чаушеску. Ни один, поверьте, ни один. Хоть бы один нашелся, но нет. Чаушеску всех объегорил. Он был dominate, он был чад, он был полностью, он овнил и доминатил, он выполнил всю программу, которую правые предлагают сейчас сделать для европейской страны. Он ее полностью, даже перевыполнил, он ее, он ее перевыполнил, смело скажу вам, он ее перевыполнил. Да, 3,2. 3,2. 3 рождений, 3,2. Понятное дело, что мы берем это в скобочки на среднюю женщину в Румынии. Это охрененный показатель. Это показатель почти что начала, ну почти что начала, ближе к середине 20 века. Это полная смена демографической парадигмы. Да, Чаушеску смог абсолютно полностью поменять демографическую парадигму в своей стране. В отдельно взятой стране, будучи диктатором, с нулевой миграцией, он запрещал другую миграцию, кроме своей собственной Румынии, он добился на этот один год невероятного, казалось бы. Это был рывок покруче сталинского. Сталин хотя бы делал индустриализацию, а Чаушеску он сделал невероятное. Он в индустриальной стране вернул воспроизводство населения на уровень, ну, полуиндустриальный. Не полностью, не семь. Если бы он вернул на семь, то да, я бы сказал, что Чаушеску вообще просто историю изменил, ибо сделать такую рождаемость в индустриальной стране, это просто надо, надо прям, вот прямо, я не знаю, надо просто заставить всех, буквально всех заниматься сексом под приставным, под дулом автомата. Вот, наверное, тогда, конечно, семь было бы реальной, и тогда, тогда я бы сказал, что Чаушеску не просто круче Мао Цзэдуна, он, он выше Мао Цзэдуна, он был бы там, не знаю, он вернул традиционное воспроизводство первобытных племен Африки в 21 век. Вот это было бы супер. А теперь догадайтесь, что произошло в следующем году. В этот год выдалась невероятная рождаемость. Ни до, ни после в Европе во второй половине 20 века и сейчас в Европе никогда не повторится такого, что было в Румынии. И когда я говорю никогда не повторится такого, что было в Румынии, я говорю совершенно пиздецовой серьезностью, ибо это как, это как сталинская индустриализация или большой скачок Мао. Этот пиздец вряд ли повторится, потому что это прямо надо постараться. И да, первый год это были невероятные успехи. Если вы заметите, то первый год вообще во всех коммунистических режимах, когда что-то менялось и ломалось, он весьма успешный. Надои, зерновые, все растет, все кажется отлично. Но догадайтесь, что происходит. Вот, угадайте, что происходит на следующий год. На следующий год. Да, на следующий год что происходит. Давайте, попробуйте, угадайте, что происходит дальше. Заниматься сексом под пристальным присмотром партии. Именно так, господа. За меня бы кто заставил. Хочу разок. Не переживайте. При Чаушевске у вас был не только один, но и много-много-много раз. Ставьте нам лайк, господа. Господа, вас так мало. Господи, такая интересная тема. Ставьте лайк, господа. Немедленно. Приветствую вас. Павел Петряк. Низкий поклон вам. Будучи диктатором, гораздо проще поднять рождаемость, но вообще эпично, конечно. Это еще не эпик. Спайдер Кукич. Вы не знаете, чем закончилась эта попытка. Вы не знаете, чем закончилась эта попытка. Потому что, в отличие от правых, Чаушевску был последовательным и крайне честным сам с собой. Правые предлагают формально исполнить это все. Чаушевску не просто формально это сделал. Он реально, блин, буквально это сделал. Если аборты запретить, это значит, что все аборты запрещены. Если контрацепция запрещена, это значит, что презервативы должны быть запрещены. И это значит, что фабрики резины, фабрики, производящие подобные продукты, закрываются полностью. А контрабанда из соцлагеря уничтожается на границе. Представьте себе пачки презервативов, горящих на границе Румынии. Но это все очень было хорошо в первый год. Нет, нет, не это произошло. Понимаете, первый год действительно была высокая рождаемость, а во второй год она снизилась до двух и трех. Она целую единицу почти что снизилась. Люди перестали заключать браки, потому что брак нельзя расторгнуть. Если вы не заключаете брак, а брак нельзя расторгнуть, люди стали более сознательно и хитрожопо подходить к браку. Они просто его не заключали. Молодые люди просто не заключали браки, потому что они знали, что партия принудит в обязательном порядке к рождению ребенка. Это был первый уже год нового режима. И Чаушеско понял, что он не просто не создает институт семьи. Он разрушает институт семьи. Абсолютно разрушает институт семьи будущих поколений. Но это раз, это мелочь. Это только первая ласточка. Вторая ласточка. В Румынии не нашлось должного количества школ и образовательных учреждений для этих детей. Инфраструктура Румынии просто не могла потянуть. Гипотетически, если экстраполировать такую рождаемость в грядущее будущее, она не могла сама потянуть экономически и финансово нагрузку нового населения на себя. Она не могла справиться с нею. И если бы это было аграрное общество, где нагрузка восполнялась бы сельским хозяйством, то это было индустриальное общество, где нагрузку выполняли города. А нагрузка на город, это нагрузка на налоги и нагрузка на обеспечение. Соответственно, во второй год разразился мощный экономический кризис. Да, при социалистической экономике бывает кризис. Не только при капитализме. А теперь давайте представим ее при капитализме. Ведь это будет жестче. Ведь в жестче, в более жесткой системе приходится реально повышать цены или понижать цены товара к первой необходимости, товара для детей. С этим случился облом. Ведь промышленность Румынии совсем была к этому не готова. Но это тоже маленький пиздец. Теперь давайте перейдем к более очевидному, более очевидной вещи. Понимаете ли, возросла роль и возросло количество подпольных абортов. И возросла не детская смертность, возросла материнская смертность. А материнская смертность в прямом, в прямой зависимости находилась от рождения детей. Ведь если мать родит трех детей, она их не сможет родить, если сама умрет при родах, верно? Но так получилось, что молодые матери умирали при родах больше из-за подпольных абортов, которых запричил Чаушеско. А теперь еще более веселое. Третий год реформы был конечным годом реформы и от нее отказались раз и навсегда. И Чаушеско больше не возвращался к этому плану, потому что начала ощущаться невероятная нагрузка самого государства. Государство не могло потянуть такую политику, осознавая всю социальную ответственность за этих людей. И даже если бы оно не участвовало в них, то нагрузка людей, которые были потенциальными преемниками их, наследниками имущества, вызывала бы огромный спор в собственности, квартирах и новом расположении. Опять же, Чаушеско понял, что с его заметками, с его невероятными планами и поменять человеческую природу ему придется отложить. Ведь он хотел скинуть все на плечи семьи. И, кстати, в этом смысле тоже был последовательным правом. Он не хотел, чтобы государство оплачивало детей. Он хотел, чтобы родители сами оплачивали вот этих вот детей. В итоге, как вы знаете, что произошло, правильно, что произошло, невероятное падение уровня жизни в Румынии. Из-за того, что родители были вынуждены снабжать детей еще больше. И больше тратить на детей. Общее снижение уровня жизни во всех семьях было. Вот таким образом завершилась эта великая правая утопия Николая Чаушеско. И еще раз, когда вы мне скажете, ну, теперь-то мы точно попробуем, самолет не с первого раза взлетел. Это был коммуняк вообще какой-то. Нет, 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 стойте, стойте, стойте. Не с первого раза не взлетел и не взлетает. Ибо даже в странах мусульманского Востока население начинает потихоньку сокращаться. И даже коэффициент рождаемости уменьшается в этом андерграундном, палеоконсервативном и угобуго примитивистском обществе.